Всем большой привет! С вами Лиза. Сегодня посмотрим пустые баночки. Конец декабря и январь. У меня большая корзина, которая в этот раз прям полностью мега заполнена. Поэтому побыстрее начинаю. Первое, что здесь не косметическое, а скорее из еды с сайта iHerb. Но я показываю регулярно заказы iHerb и в пустышках делюсь своим мнением. Это мицеллярный казеин. Купила я по рекомендации диетолога с канала Сергей Обложка. Для похудения, для разных рецептов он рекомендовал. Для насыщения своего рациона протеинами и для того, чтобы усилить сытость от разных блюд. Можно его добавлять. Чем примечателен именно этот казеин? Он самый дешевый на iHerb. Стоит он 14 долларов. Здесь хоть и большой объем, но 454 грамма. Остальные протеины идут в 2 раза большего объема на iHerb. Именно казеин мицеллярный. Но цена там 45-60 долларов. Вот так вот. Поэтому этот всегда распродан. Мне чудом удалось его заказать. И вот сколько я не заходила повторно делать заказы, хотела повторить. Но постоянно нет в наличии. Что здесь примечательно, что здесь ноль жиров, ноль углеводов, ноль клетчатки, ноль сахаров. И в 30 граммах этого казеина 25 граммов протеина. То есть практически, грубо говоря, чистый протеин и без жиров. Как я его использовала? Я могла, например, творог или рикотту добавить туда 1-2 чайных ложечки. Перемешать. На вкус абсолютно не влияло. Но вот чуть гуще, да, текстура немножко изменялась. И, ну, действительно, как-то лучше насыщение приходило. Также какао делала с этим казеином в шейкере. Тоже у меня с iHerb. Такое получается густое, тягучее какао с молочным вкусом. Понравилось. А вот сам по себе пробовала с водой смешать такое казеиновое молоко делать. И тогда чувствуется специфический привкус. Он, вот этот казеин без привкусов. Также бывают они со вкусом ванили, печенья, шоколада и так далее. Так как на iHerb не смогла заказать, то я думаю, что закажу у нас. Но там состав чуть похуже, да, по нутриентам. То есть там уже и жиры будут, и чуть-чуть углеводов. Да, незначительно, но все-таки здесь вообще по нулям. Поэтому рекомендую вам и диетолога посмотреть, если вам интересно, и этот казеин. Также у него там много на канале рецептов. Например, этот же казеин смешивается с мукой, получается белковая мука. И для выпечки также подходит. Так, дальше давайте из больших таких упаковок. Закончилась соль от бренда Yuterra. Продается в Еве с лавандой. Успокаивает, расслабляет, улучшает настроение. Приятный аромат лаванды. Сама лавандового цвета. Немножко окрашиваю воду в ванной. Ну, приятная соль, как соль. В ближайшей Еве продается. Закончилась перед Новым годом. Я делала окрашивание. Вот такая вот краска Perfect Mousse. Очень понравилась. Я удобнее краски не встречала, не сохранила, потому что была грязная упаковка. Но на флакон надевается вот такой вот носик. И краска выдавливается и вспенивается им. Действительно, как мусс для волос. Или как вот пенки есть такие для умывания, которые жидкие и со вспенивателем. Это так удобно оказалось. Мне упаковки хватило на всю мою длину. Ну, у меня не слишком, да, она большая. Но волосы густые, кудрявые. И обычно не каждой краски мне хватает тюбика. А два уже много. А тут у меня еще осталось. И когда я уже всю краску распределила, я прямо наклонила волосы и выдавила. Это как мусс, да, как шампунь. Вот так вот. Или как бальзам распределила еще по всем волосам. Хорошо закрасила равномерно. Седину закрасила. И стойка держится, не смывается. То есть уже практически месяц, да, прошел. Чуть меньше месяца с момента окрашивания. Так. У меня оттенок был 500. 5-0. Вот оттенков там не очень много. Заказывала свою краску я на Натина. К сожалению, в других магазинах, в мейкапе у них в наличии, в Еве и так далее нет в наличии. Буду повторять. Потому что понравилось. 120 гривен. Но оправдывает свою цену. Очень хорошая краска. Вот из того, что я в последнее время опробовала. Самая лучшая. И удобное нанесение для меня это самое важное. Для волос также закончился у меня кондиционер от Trosame. Тоже покупала в Еве. Я свой кондиционер. Почему тоже? Как соль, да. Покупала я его в Еве. И мне понравился. Кудрявым волосам подошло. Приятный аромат кокоса. Потому что кокос тоже разный бывает. И меня уже скоро будет от него тошнить. Потому что во всех средствах он есть. Без силиконов, без красителей. Понравилось. Он достаточно такой густоватый был. Но он очень хорошо скользил по волосам. Распутывал. Увлажнял. Большой объем 400 мл стоит очень бюджетно. Также на iHerb есть какие-то специальные для кудрявых волос. Буду повторять. Но пока что есть чем пользоваться. От компании Faberlic закончился шампунь. Из линейки Arisu. Он без сульфатов. Укрепляющий написан. Ну, укрепление я не заметила. Обычный шампунь. Хорошо пенился, несмотря на то, что нет СЛС. Ну, промывал шампунь как шампунь. Ничего прям сверхъестественного. Вроде бы для волос все вам показала. Также сюда положила вот такой вот Ceylon Fresh Control Floral Crisp аромат. Вот этот аромат мне не понравился. Вернее, я его как-то очень плохо ощущала. Вот голубой мне первая упаковка очень понравился. Я повторила. И сейчас тоже, видно, привыкла. Надо какие-то новые пробовать. Но вот эти кондиционеры Ceylon все-таки мне больше нравятся, чем от Faberlic, которые раньше я часто покупала. Так, у меня также закончились пробнички и масочки какие-то одноразовые. Так, давайте смотреть. Вот такие вот патчи от компании Faberlic закончились. Неплохие. Но пока что есть у меня другие. И не покупаю. От Vichy. Это Вика мне дарила на Новый год. Вот таких вот два крема. Оба хорошие. Оба у меня были высыпания очень сильные какие-то на лице. И вот, который идет не в одиол. Вот прям мне понравился, что он как-то успокоил кожу. А этот просто хорошо увлажнил, напитал. Поэтому я вот этот, наверное, отложу себе. Возможно, куплю полный размер. Вот такой вот пробничек. Минерал 89. Это бустер. Он прозрачный и густой гель был. Я его нанесла утром. То ли я не дождалась, чтобы он впитался. То ли что. Но потом я нанесла, по-моему, еще крем. И наносила тональный крем. Крем не ложился. Все это скатывалось. Поэтому на вечернее использование или надо дольше ждать. Но мне хватило только на один раз, поэтому не смогла проверить. Вот такие вот патчи. Это Ирочка мне дарила тоже на Новый год с пандой. Они были просто голубого цвета. Хорошие гидрогелевые патчи обычные. Вот такая масочка от Елизавета. Тоже в подарки была. От Вики. С зеленым чаем, по-моему. Не видно. Я срезала эту верхушку. Тоже маска хорошая. Понравилась. Очень хорошо увлажнила. Лекала удобная. Вот такая вот миниатюрка. Средство гидрофильного бальзама от Хеймиш. Хорошая. Мне нравится. У меня уже была миниатюрка раньше. Хорошо очищает кожу. Бомбочка для Ван. От Дольче Вера. Наверное, такая вот с молочным шоколадом. Прикольно. Вика у меня использовала дочка. Я ей подарила. Также закончилось у меня вот такое вот средство для снятия гель-лака от Фокс. Пока что я не делаю гель-лак. И у меня есть фрезер. Раньше я снимала фрезером, но я еще не слишком с ним подружилась, научилась это делать. Поэтому иногда прибегала к этой жидкости. В принципе, она очень бюджетная и неплохо снимает. Но сейчас очень многие современные базы или какие-то гели, которые мы наносим для укрепления, не растворяются уже такими вот ремуверами. И они предназначены именно для спиливания. Поэтому, возможно, не на всех будет работать средство. Также тут, наверное, все вперемешку пойдет. Средство для интимной гигиены Луника от Фиберлик. Не понравилась эта упаковка. Вообще неудобно пользоваться средством для интимной гигиены. Перелила в дозатор с помпой. А так, средство как средство, ничего особенного. Нет смысла за него переплачивать. Тем более, неудобная упаковка. Крем для рук с облепихой. Закончился от Фиберлик. Понравился. Хорошо влажнял питал. 70 мл объем. Ну, вот эта линейка, в принципе, два крема у меня было. Еще был питательный. Тоже понравился. Но вот этот аромат облепихи для меня лично намного приятнее, чем аромат шиповника. Также вот такой вот бисер использовала. Тоже был подарок от Вики. Для ванны. Там были такие меленькие бусинки. Я, честно говоря, не поняла это средство. Я открыла воду, сыпнула его в ванну. Оно сразу же мне закрасило ванну фиолетовый цвет. Отмылось потом, но все равно пришлось потереть ванну с моющим средством, потому что немножко въелся этот цвет. И оно просто подкрасило воду. То есть ни пены не было, ни приятного аромата. Ну, вроде бы как и красиво, но лучше бросать уже, когда вода немножечко заполнит ванну, чтобы не въедался так этот цвет. Мне было интересно попробовать, но сама бы я не купила уже во второй раз. Также еще один крем для рук тоже от Фаберлик. Защитный. ЛОВ. Это без аромата, который был. Но аромат крема присутствует. Все равно такой легенький. Он у меня был в сумке. Он хорошо впитывался. Немножко защищал кожу. Не прям там ее увлажнял. Но в течение дня как раз то, что надо. Нанес на руки и можно что-то быстренько уже делать. Так же закончился гель для душа. Тоже Ирочка мне летом еще дарила от Фа с кокосовой водой. Обычный гель для душа. Аромат я не скажу, что прям очень сильно кокосовый. А таких вот кокосовых каких-то напитков, да, действительно как кокосовая вода. Легкий, ненавязчивый. Сам гель прозрачный. Гель как гель. Нормальный. Также средство, которое я не совсем поняла из-за упаковки. Это вот такая вот зубная паста от Фаберлик. Ароматная. Из линейки Трим Терапи с мелатонином. У нее вот эта крышка очень плотно так закрывалась. Открыть ее было невозможно просто так руками. Ну, если вы не боитесь сломать ногти. Приходилось брать какое-то полотенце. Потом я просто ее не закрывала вот так вот до конца. Паста была голубая. Приятный аромат. Немятный. Ну, такой вот какой-то в маске ночной точно такой же похожий аромат. Использовала. Ну, повторять я не знаю. Я вряд ли буду. Редко отбывает такое, что паста очень сильно может понравиться и повторяешь. Для лица давайте немножко покажу. Пилинг-скатка от Секрет Ки. Лимон Спарклинг. Хорошая. Вторая моя или третья баночка. Буду повторять. Мягко, приятно. Отшелушивает кожу. И делает лицо более сияющим. При регулярном использовании вообще очень даже неплохо. Там и витамин С есть. И можно, в принципе, обойтись без сыворотки с витамином С. Вот такая вот мицеллярка. Мой мастхев. Гарнье для чувствительных глаз. Мне очень подходит. Постоянно ее повторяю. Крем от Ларош-Позе Эфаклар Дуа Плюс. Это крем для проблемной кожи. Мне он подходит. Я им пользуюсь не регулярно, не каждый день, не на все лицо. А вот когда высыпание, например, вижу, что назревают высыпания, могу нанести на ночь. Если какой-то другой продукт уходовый вызывает высыпание, то я могу отменить все. И просто вот умылась, нанесла тоник и потом этот крем. Так несколько дней кожа приходит в лучшее состояние. У меня он был с прошлого года. Тогда у меня были проблемы какие-то с кожей. И вот в этот осенне-зимний период опять повторились и использовала. Но на этот раз я не увидела от него эффекта. Хуже не стало, но и особо улучшений тоже не было. Закончился у меня три ролл гель от отеков и темных кругов от компании Фаберли. Вот такой вот маленький тюбик. Тут 10 мл, но он быстро закончился. Тут примечательные вот такие вот шарики. Я его использовала как сыворотку под крем. Потому что самого вот этого средства мне как-то было недостаточно. Оно очень плохо увлажняло. Но не могу сказать, что прям на 100% черные круги убирала. У меня такой большой проблемы нет. Просто хотелось какого-то более глубокого ухода. И сверху закрывала кремом. Но использовала, использовала. Повторять пока что не планирую. У меня закончилось также две сыворотки. Вот такая вот сыворотка-праймер от компании Фаберли. С гиалуроновой кислотой увлажняющей. Я ее использовала именно как сыворотку. Сверху наносила крем. И потом уже делала макияж. Но когда я получила, пару раз попробовала как праймер. Праймер, то есть умылась. Тоник нанесла вот эту сыворотку. И сразу тональный крем. Тоже крем хорошо ровно ложится. Кожа более увлажненная. Но зима все-таки холодно. И хотелось мне полностью весь уход нанести. Вот такая вот сыворотка от Елизавета. Я заказывала ее на iHerb с галактомесесом. Или с галактомесесом, по-моему, или галактомицелиями. Это какие-то производные грибов. Была жидкая, как водичка. Для меня это не сильно удобно. Потому что чаще мой тонер может быть гуще по консистенции, чем вот эта сыворотка. В таком случае рекомендую наносить корейские средства от самых жидких. По умеренной нарастания их плотности, да, густоты. Поэтому, ну, вроде бы ничего так. Как она должна была бороться с какими-то грубевшими участками на коже. Смягчать и очищать поры также и от прыщей. Ну, использовала-использовала. Да, немножечко что-то там увлажнило. Если шелушения были какие-то, то они как-то вроде бы разглаживались немножечко от нее. Использовала на вечер. Потому что у меня вечером тоник такой жидкий в уходе. Ну, опять же, ничего особенного не поразило как-то меня. Что бы я хотела повторить. Также вот такой вот пробничек крема я использовала. Да, их же два тут у меня. От Виши. Неавадиол и лифтактим крем. Вот этот неавадиол тоже мне понравился. Вот эта линейка, она идет для увядающей кожи в период менопаузы. Но она и хорошо увлажняет. И вот зимний такой период, когда постоянно перепады температуры, сухость, да, сухой воздух. То тоже хорошо было. А вот средство, которое у меня практически новое. И я хочу его предложить маме попробовать, чтобы она попробовала, как ей будет. Это крем от Фаберлик. Айсиул. Вотер-дроп мыщерайзер. Гель-трансформер для лица с экстрактом улитки. Все его очень сильно хвалили. И когда он был на скидке, я купила. Он типа трансформер, да, то есть крем. Когда ты его распределяешь, он, ну, а-ля превращается в воду. Ну, в Фаберлик очень много таких кремов было. Когда-то был в таком белом тюбике с голубой крышечкой. Там какой-то супераква или что-то такое было. Вот тот мне нравился. Поначалу этот крем мне напомнил тот. И я думала, что будет то же самое. Но я его начала как раз в тот период, когда у меня появились высыпания. Насыпания. И он усугубил эту ситуацию. То есть я не скажу, что от него. Но с ним было хуже. И я помню у блогера Наташи Беларусь. Я слышала очень давно в ее старых видео, что эмоцин улитки может забивать поры. И он является комедогенным компонентом. То есть вызывающим прыщи. Об этом никто, ни у кого больше я не слышала. Потому что в то время косметика корейская с улиткой была прямо на пике популярности. А вот именно Наташа предупреждала обладателя нежирной проблемной кожи от этого. Пробовала на шею декольте наносить, как увлажняющий крем. Но у меня много средств для тела, поэтому предложу маме, может ей подойдет. И еще крем для век от Фаберлик закончился. Океану. Ну, обычный увлажняющий крем. Тут написано, что концентрат. Но у него очень легкая такая текстура. Типа вот эта такая тающая тоже. И у меня, в принципе, никаких-то сильных морщин еще нет под глазами. Ни темных кругов, ничего такого, прям, каких-то серьезных проблем. Поэтому, ну, увлажнял и увлажнял. Использовала на утро, на вечер. 15 мл. В принципе, надолго мне хватило его. Осталась у меня вот такая вот еще эхиноцея. Сейхерп. Тут у нас идет без алкоголя она практически сладенькая на вкус. Для меня была слишком приторная. Я разводила водички. Здесь вот такая вот пипетка. И вся эта пипетка, это 1 мл. На взрослую дозу нужно 2 мл. Три раза в день. В период, когда чувствовала, что вот заболеваю или уже какие-то были симптомы ОРВИ, пила ее и муж тоже пил. Дочке мне не давали. Ну, вернее, один раз дали, потом другое лечение ей назначили, короче. Ничего особенного как-то не впечатлило. Я помню, экстракт бузины был от Нау. Вот тот мне как-то больше нравился. И быстро закончилось, потому что 2 этих целых пипетки надо на этом раз повторять больше не буду. Из декоративки закончился крем от Эболайн. 005 в оттенке Айвори. Очень быстро он расходуется. Все знают этот крем. Он у меня был в косметичке января. Он очень-очень жиденький. И неважно, чем я наношу, спонжем или кистью, я сначала наливаю на руку, потом отсюда беру и переношу на лицо. Я не люблю вот это прям на лицо лить. Хотя девочки многие так советуют. Я боюсь заляпать одежду. И он очень быстро за счет этого закончился у меня. Оттенок 005 очень светлый и с розовиночкой. Потом уже в конце неудобно. Приходится вот так вытряхивать. Но добила. Основное использование было, конечно, в 2021 году. Но пойдет в пустышки этого года. Так, в принципе, каждый год что-то переходит. Из пустышек в пустышки Clorance Instant Concealer. Уже снятый из продаж, из производства в первом оттенке. Очень нашумевший в свое время. Не знаю, почему они такие удачные продукты снимают. Понравился. Неплохой. Я пробовала его даже один раз. Что-то хотела добить его сильно. На все лицо нанести как то. Не понравилось. Слишком какой-то жирный и плотный. И скатывался. И очень плотное покрытие. Плотным слоем лег. И еще я кислился немножко. В общем, я была такая очень бронзовая. Такой вот. Кстати, сейчас у меня консилер от Evaline. Их очень многие сравнивали. Что это аналоги. Так вот, Evaline мне больше нравится. Он и по цвету лучше. В косметичке я показывала. Этот, кстати, в косметичку я в горя уже не попал. Так как я его там, не помню, то ли 5-го, то ли 7-го числа снимала. И это уже было на тот момент закончено. И подводка от L'Oreal. Head Eye Eyeliner. Тут еще был, у меня где-то уже потерялся такой трафаретик, уголочек. Я один раз только им пользовалась. Открытая у меня была она больше года. Я перед Новым Годом, в 2020 году, получается, в конце декабря покупала, помню, в просторе ее. Потому что у меня весь 2021 год были коричневые подводки. И потом я по ошибке заказала сейхерп черную вместо коричневой. Пришлось уже эту сначала закончить. Она, наверное, больше подсохла, чем закончилась. Потому что уже, ну, в принципе, мало продукта в эту кисточку попадает. Она не такая мокрая. И по теням рисует очень-очень плохо. По руке сейчас нормально. Полежала немножко. Но вот одну стрелочку еще как-то с горем пополам, а вторую уже не могла дорисовать. Тоже пойдет в пустышки года. Здесь кисть на конце. Удобная, кстати, моя первая подводка, которая мне понравилась. И которая классно рисовала стрелки, была от L'Oreal. Помню, увидела тогда на YouTube многих блогеров. И купила себе. И вот повторила. Но все-таки по кисточке мне больше нравится Belor Design Art Eyeliner. Если черная, да. А если коричневая, то Physicians Formula. Ну, в принципе, она и черная хорошая, но она дороже. И расхламила я недавно три лака. У меня вышло видео, где я показываю все свои лаки. Если интересно, посмотрите. Это Catrice. Вот такой вот пил-офф. Он сейчас лежал. Я его немножко взболтала. И кажется, что он целый. Но тут было такое использование. Он пил-офф. Это лак, который легко снимается с ногтей. То есть ты его поддеваешь и снимаешь пленочкой. Он такой, знаете, и аромат имеет немножко клея ПВА. И сам, как клей, наносится. Такая резиновая текстура. Сама снимается и не держится вообще. Неприятно. И как-то вот полностью как будто не просыхаешь. Когда трогаешь ногти, не просыхает. Оно как резиновое такое. Поэтому не стоит оно своих денег. Из-за чего эта линейка вся, что глиттерные лаки, они сложно смываются. Поэтому вот такой вот купил и радуешься. Там были разные оттенки. У меня, кстати, какой оттенок? 03. Я, по-моему, даже когда покупала, не досмотрела, что это пил-офф. Просто мне вот понравилось. Переливашки такие красивые. Не держится совсем. Некрасиво смотрится. Даже топом перекрываю. Оно потом, эти вот блесточки, они как-то так цепляются за все. Ну, в общем, не тратьте деньги. У Essence есть также. Они не дешевые. Они больше 100 гривен стоят. Поэтому оно того не стоит. Средства от Faberlic. Уже этой линейки нет. Но они перевыпущены. Anti-age. Очень сильно полосит. И долго сохнет. Чтобы красиво смотрелось таким молочным, розовым молочным лаком, нужно минимум три слоя. И то нужно умудриться их нанести ровно. Потому что один слой ровно точно не нанесешь. И два тоже. Надо тоненькие-тоненькие слои. Вот. И три слоя сохнет очень долго. Сушка не помогает. Даже с сушкой. И когда используешь как базу под лак, тоже долго сохнет. Особого какого-то продления стойкости ничего такого не заметила. И тем более анти-age эффекта. И лак от LCF. Линейка LCF Classic. Кстати, у меня раньше были лаки LCF. Еще до того, как я вела канал. И были прям там очень классные. Которые я там от начала до конца использовала. Основа также LCF была. То есть у них неплохие по качеству лаки. Но вот в этой линейке я взяла тон 0.2. Это такой перламутр из 90-х. Взяла просто потому, что ностальгия на меня нахлынула, когда я увидела его. В итоге один раз накрасила на руках. Может быть даже один раз на ногах. Он очень жутко полосит. Подчеркивает все неровности. Ногтей как-то пузырит даже. Некрасиво это смотрится. И еще раз убедилась, что сейчас лаки современные есть намного лучше. Поэтому выбрасываю. Не отдать никому. Стыдно просто такое отдавать. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, обязательно поддержите меня лайком. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал. А мы увидимся с вами очень скоро в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok